Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимая Матушка Игумени Елизавета, Дорогие Матушки Игумени, Отцы, Братья, Сестры, Всех Вас сердечно поздравляю с великоторжественным днем. Я благодарю Матушку за те слова, которыми она приветствовала. Она сказала большую часть того, что я хотел вам сказать. Вот это свидетельство того, что назидаться мы можем не только от архиереев и священников, но и друг от друга. Потому что каждому Господь полагает на ум и на сердце что-то, чем он может делиться с ближними. Так всегда было в христианской общине. Я вас очень благодарю за ваши добрые и правильные слова. И поэтому почти ничего не могу добавить к тому, что было сказано о святой преподобном мученице Елизавете, кроме своего личного опыта переживаний, связанных с посещением Алапаевска в этом году, в этом юбилейном, отчитавшем сто лет со дня трагической кончины святой преподобном мученице Елизаветы. Когда я стоял на краю шахты, в которой ее сбросили, меня в первую очередь поразила мысль о том, а зачем это было сделано. Вот можно себе представить, восстановить как бы ту картину, ужасную картину, которая сто лет тому назад имела место там, на краю этой шахты. Смерть, всякая смерть ужасная. Но разве можно по степени мучения, по степени страха сравнить моментальную смерть от расстрела с мучительной смертью на дне глубокой ямы? Зачем они сбросили эту женщину вниз? Здоровые мужики. Что творилось в их сознании и в их сердце? Когда, подойдя и взяв эту хрупкую женщину, они толкнули ее в страшную яму. Одно падение уже означало нестерпимую боль, нанесение непоправимого ущерба, но не обязательно немедленной смерти. И ведь так оно и произошло. Святая Елизавета не моментально умерла. Она умерла от голода, от холода, от жажды, от боли. Что можно представить еще более ужасного? И да даже там, на дне этой Алопаевской шахты, она проливала на ближних, с которыми вместе оказалась там свою любовь, свое милосердие. Она, как повествуют нам исторические свидетельства, оказывала помощь, даже медицинскую помощь, тем, кто был более ее ранен от падения в эту шахту. Даже если бы ничего не свершила великая княгиня Елизавета, но если бы только ради Христа она пострадала так, как пострадала, мы бы ее сегодня прославляли. Но, как правильно сказала игуменья Елизавета, ее кончина была венцом ее жизни. В этой кончине как бы сфокусировалось все то, чем она жила, во что она верила, что ей было дорого, ради чего она готова была умереть. А все это Господь Иисус Христос, который открылся ее сердцу, ее разуму, и она восприняла Христа Спасителя всей силой своей души в то самое время и в ту самую эпоху так называемого русского модерна, когда мало кто ко Христу обращался, а большая часть интеллигенции от него отказывалась, обольщенная чужими идеями и чужими философскими взглядами. Поэтому весь жизненный путь великой княгини Елизаветы это путь абсолютно замечательный, удивительный, который может быть примером для очень многих. Ну а кончина действительно царственный венец этого пути. И сегодня, вспоминая события 100-летней давности, мы возносим молитвы со святой преподобно-мученицей, великой княгиней Елизавете и просим ее пред лицом Божиим молиться о земле нашей, о церкви нашей и о всех тех, кто в своей жизни желает повторить часть ее жизненного подвига, связанного с трудами милосердия и благотворительности. И я хотел бы поблагодарить и игуменю Елизавету, и всех, кто содействовал окончательному возрождению этой святой обители, приведению ее в такой дивный порядок, какой мы сейчас видим. Вспоминаю свое первое посещение этого места, когда никакой еще обители здесь не было, а было просто некое сестричество. И как то первое впечатление разница от сегодняшнего. Сегодня сердце мое наполнено действительно радостью и благодарностью Богу за все то, что произошло на этом месте. И не только с точки зрения благоукрашения, но с точки зрения организации многих служб, направленных на оказание помощи ближним. То есть на то, как продолжается в этом месте подвиг святой преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы. И дай Бог, чтобы это служение укреплялось в нашей церкви, в епархиях, в монастырях, в приходах. Вера без дел мертва есть. И если мы не будем поспешивствовать в добрых делах, то вера наша будет угасать. Добрые дела – это как кислород, необходимый для того, чтобы пламя горело. Нет кислорода, пламя затухает, какого бы большого количества горючего не было. Вот точно так же и жизнь христианина. Она затухает вне зависимости от сана, от положения в церкви, от образованности, от всего того горючего, которым человек наполняет свой интеллект и наполняет свою жизнь. Если нету добрых дел, добрые дела – это кислород, без которого не может возгораться пламя веры. И да поможет нам святая преподобная мученица Елизавета хотя бы частично повторить то, что она совершила, стать в том числе и наследниками ее славы. Потому что ее слава – это слава той, которая жизнь свою посвятила ближним. Собственно говоря, это и есть идеал христианского бытия. Если каждый из нас так будет стараться хотя бы жить, то жизнь наша изменится до неузнаваемости. Пусть пример преподобно мученицы великой княгини Елизавете укрепляет нас на путях нашей христианской жизни. Аминь. С праздником всех вас сердечно поздравляю.